ну что ж друзья всем привет я безумно рада что вы решили погрузиться в тему личного брендинга потому что кем бы вы ни были с моим специалистом который только начинает или администратором инстаграма или человеком который ищет свою сферу с помощью личного брендинга вы сможете развить свою жизнь да именно так тоже с одной стороны вы сможете увеличить средний чек потому что добавляя услугу личного брендинга вы автоматически становитесь более востребованным специалистом а во-вторых вы можете себя правильно преподнести так чтобы работать с той аудитории который вам хочется в этом мини курсе я поделюсь той методика которую мы используем в агентстве бейкерс бейкерс это мое агентство брендинговое агентство конного екатерины который на протяжении шести лет занимается персональным продвижением предпринимателей сама начала свой путь 2009 году мне тогда было не неважно сколько мне было в общем мало лет и училась в университете и поверьте тогда я даже не представляла куда это может мне привести поэтому если вы только начинаете выдыхайте выдыхайте мы с вами вместе пройдем этот путь вы научитесь оставлять стратегию личного бренда благодаря этому курсу для себя для клиента неважно для кого самое главное пойти методологию которая позволит вам улучшить свой продукт и качество жизни сегодняшнее первое занятие мы посвятим целям это важная история и мне все в табличках таблички будем вам предоставлять в качестве прозаточного материала это друг вас пугают таблички надо себя мучить заведите себе тетрадочку откройте ежедневник и вот там будете это все записывать просто самое главное это делать письменном виде несмотря на то что я уверена что вы обладаете невероятными способностями по набиранию текста в телефон или на компьютер очень важно чтобы вы сделали это от руки для начала потому что с точки зрения нашего мозга когда мы прописываем цели все остальное можете писать сразу в таблице мы поговорим о целях вы тогда сможете правильно понять ваши сильные стороны слабые и так далее когда человек приходит ко мне на консультацию я раньше совершала очень большую ошибку а я думала что ему на самом деле нужен личный бренд чаще всего человек воспринимает личный бренд как инструмент который поможет решить его личные цели или бизнес цели и вы должны понять а что же это за цель и вот зачем он к вам пришел давайте я не буду сейчас делать акцент на каком-то умозрительном клиенте потому что вы можете взять какого угодно клиента вы можете взять психолога коуча просто блогера который рассказывает о своей жизни вы можете много чего сделать понимаете о чем я говорю мы давайте попробуем сузиться на вас на специалисте который хочет работать со своими клиентами давайте поговорим о вас какие вообще у вас конкретные цели и это домашнее задание вы будете делать для себя да возможно потребуется много времени да возможно вы будете несколько раз и переписывать но только когда вы искренне посмотрите на эти цели и у вас внутри скажут да да именно это я хочу у вас появится план и так что мы должны понять первое какая у нас конкретная понятная цель то есть цель она должна вот в этом вы пример отношения когда вы говорите я хочу семью как вы поймете что она у вас есть это хочу встретить любовь или я хочу стать успешным это все не цель это такие комплексные эквиваленты вот что для вас например значит успех что для вас значит счастье вот пропишите это например для кого-то это будет реально жили где-нибудь в азии вот я например честно вам скажу 2014 году очень много работала и жила в питере много работала над проектами и выдохлась искала я хочу дауншифтить я хочу поехать значит в таиланд и там же это была моя цель она была искренняя я долго долго ее как-то вот уходила от нее потом ее прописала уехала дауншифтить через два месяца вернулась потому что мой первый клиент по личному брендингу а я шибудинов мне написал и мы начали работать под на его личное продвижение понимаете да чем я сейчас говорю вы должны сначала понять что вы искренне хотите потом конкретизировать как вы поймете что вы это получили а дальше мы с вами будем рассмышлять как это все реализовать то же самое с клиентами если вы не понимаете зачем ему блок зачем ему личный бренд если вы не понимаете вы истинные цели то толку будет мало поэтому если вы работаете онлайн пожалуйста молю вас не надо с человеком общаться просто вот на эти в переписки для кого-то это конечно оптимально вы должны вызвать правильный уровень доверия для этого хотя бы переписывайтесь 8 в идеале берите зум делайте skype общение если у вас есть возможность встретиться с клиентом лично пообщайтесь лично смыслы возникают не когда человек приходит к решению быть я хочу вести свой блог должен принца чем он это хочет он хочет заработать денег тогда вы спрашиваете какую сумму ты хочешь заработать какое количество денег которое ты получишь с блога тебя будет удовлетворять или он говорит я хочу помогать людям как вы задаете вопрос как ты поймешь что ты помогаешь людям и вот вам нужно в итоге сделать прям список конкретных измеримых целей как проверить что цели все выстрелят вы спрашиваете клиента вот давайте так если вы вот достигли и этого и этого и этого и этого вот что еще добавить когда вы горит что еще добавить и вот он вам говорит а еще бы я хотел не знаю ferrari желтый ты думаешь классная тема ferrari это классно и ты понимаешь что ferrari за стоит 25 миллионов и понятно что ferrari если выходит из блога что-то должно быть объемно надо думать вот в эту сторону и поэтому наша с вами основная цель понять что человек хочет какие ему нужны вот эти моменты когда вы прописали нужно понять текущую точку вот это очень важно мечтать можно обо всем угодно цели можно ставить какие угодно вопрос только в том через сколько мы к ним придем из чего мы сейчас начинаем и вот тут мы допустим вот вы себе поставили цель хочу например миллион рублей личного дохода например со своего мини-агентства или хочу как администратор instagram зарабатывать на 30 тысяч рублей а например 60 или 10 и 30 не важно вы должны быть а сколько бы честно сейчас зарабатывать может быть зарабатывать вообще ничего не зарабатывать так и так и говорите эти таблички никто не увидит но вы должны честно себе сказать что да я хочу миллион а сейчас я ничего не зарабатывать это будет честно и вот дальше вы должны понять окей а вот какой срок достижение реальный срок мне нравится цитата тони роббинса на этот счет о том что мы недооцениваем оцениваем сколько мы можем сделать за долгий период времени и переоцениваем сколько мы можем сделать за короткий то есть когда например мы ставим себе цель так я себе там похудею на кучу килограммов я похудею за неделю вот я недавно не было фотосессия я решила за неделю про похудеть ноги тут все о и знаете что это бессмысленно когда ты до этого ел много еды и не занимался спортом понимаете о чем я говорю да может экстренно что-то сделать но фундаментальные какие-то шаги они требуют времени поэтому лично брендинг это долгосрочная история и поэтому сразу я вам такой маленький лайфхак если вы знаете цели человека вы можете ставить с ним стратегически длинные взаимоотношения вы бы понимаете что человек хочет например зарабатывать определенную сумму денег или хочет там не знаю найти свою любовь с помощью блога своего или он хочет ознакомиться с новыми людьми ему актуально через блок вот это знакомство вы понимаете какие цели могут быть нет он музыкальный альбом хочет выпустить и потом продвинуться то есть мы поднимаем все эти элементы берешь нужен срок полгода год так и заключайте контракты потом на этот срок понимаете в чем суть когда вы как и сама специалист как администратор инстаграм приходите вероятнее всего вы слышите ну давайте попробуем давайте попробуем там посмотрим неизвестно что там будет и ошибкой будет заключать контракт на месяц вы должны понять что хочет человек состоять потом план исходя из его цели на этот срок и довести его до результата же понимаете что smm личный бренд вообще без разницы что маркетинг это процесс который ведет код к этому результат поэтому на этот блок срок достижения он важен дальше мы делим еще два блока имеющиеся ресурсы и необходимые ресурсы могут быть разного типа это могут быть человеческие ресурсы это могут быть технические ресурсы это могут быть финансовые ресурсы это может быть энергетические ресурсы или человеческие ресурсы и вот мы должны с вами понять что у нас уже есть например ваш клиент как-то психанул искупил пол магазина техники у него есть и камеры и света все есть она пылится но это ресурс или у него жена фотограф это тоже ресурс вы должны понять чем вы оперируете не только деньги сколько вы готовы потратить на личное продвижение вот эта бредовая история вы должны пойти какие у них цели после того как вы понимаете какие у них цели вы понимаете что какие нужны ресурсы потом вы понимаете что еще у вас уже есть а с чего нет как это найти опять же связи контакты деньги просто проект он делается вот так вот комплексно и вот последний момент который нужно честно сказать это зачем вот зачем какую потребность человек закрывает что он хочет получить возможно это какие-то детские психологические вопросы может быть это еще что-то мы должны честно понимать зачем это у меня были клиенты которые через личный бренд хотели найти себе жену причем по определенным критериям кто-то хотел выстроить лучшее отношение со своей семьей потому что когда они увидели что предприниматель он уже такой взрослый при него пишет газеты которые они все читают да молодец понимаете о чем я говорю то есть у нас не просто быть для галочки заполняем эти таблички вообще для галочки вообще можно ничего не делать может это все в голове держать просто когда у вас много клиентов вы можете забывать поэтому нужно все это прописано еще раз мы ставим цель конкретную измеримую понимая как она стекущая точка когда мы хотим достичь эту цель что у нас уже есть имеющиеся ресурсы какие нам еще нужны ресурсы чтобы точно получить результат и мы понимаем зачем это вот поэтому с клиентами нужно иметь близкие отношения не понебратские отношения но они вам должны доверять а для этого вы должны развиваться как личность и понимаете чтобы работать с высокоуровнем клиентов вы должны быть сами крутыми вы должны быть классными людьми должны быть счастливыми людьми должны быть наполненными людьми поэтому я вас очень прошу вот ваше домашнее задание сегодня будет заполнить ваши цели напишите искренне что вы хотите и если с помощью smm личного брендинга вы сможете это использовать сделать так давайте параллельно с вашими клиентскими проектами строить ваш личный бренд как smm специалист администратор instagram неважно вы себя назовете мы об этом поговорим с теми у т.п. в общем мы достигнем ваших целей с помощью этих инструментов но давайте мы сейчас немножко притормозим потому что я хочу еще одно домашнее задание дать в этом блоке он называется ваш профессиональный свод анализ мы должны с вами осознать что у нас есть сильные стороны и слабые когда мы начинаем мы на воодушевление знаете да ладно мы сейчас все сделаем но вы должны осознать что сильные стороны вас тянут наверх а слабые стороны что они вот эти шаг вперед два шага назад три шага вперед два назад вы может быть топчетесь на месте поэтому нужно точно знать какие у вас сильные стороны какие слабые на слабо вы можете находить партнеров, например, или выстраивать такую систему, как, например, у меня в агентстве. Я быстро запускаю проект, я умею, я такой стартапер, я очень круто, оперативно работаю в стрессе, но меня хватает на полтора-два месяца, я это знаю, поэтому моя задача в эти полтора-два месяца, пока я максимально активно заинтересована, все выстроить, поставить людей и со спокойной совестью двинуться дальше. А этот проект я могу возвращаться раз в неделю, несколько дней, что-то делать, докручивать, привлекать ресурсы, но я не тот человек, который будет целыми днями работать над чем-то одним. Это не мое, я это в себе признала, понимаете, но пока я этого не признавала, я себя корила, я сидела и думала, что-то со мной не так, поэтому вы должны четко понять, что в вашей сильную сторону. Вот, например, вы любите сидеть в технические детали какие-то разбирать или наоборот, вы любите творчество, вы любите писать тексты или вы любите видео. Вот что-то вы любите, об этом скажите и скажите, что вы не любите. Когда вы что не любите, вы подумаете, почему это ваше ограничение или это действительно то, что вы не хотите делать. Я, например, очень долго не могла прямые эфиры вести и без косметики в сторис появляться. Я думала, о господи, ужас. Я начала это делать, теперь я могу хоть сейчас включить еще прямой эфир и все это транслировать, понимаете. И вот некоторые моменты слабые стороны мы должны прорабатывать. Иногда не должны, но мы должны для себя честно сказать, это я готов меняться, а здесь не готов. Соответственно, у нас есть возможности и угрозы. Если сильные и слабые стороны это то, что связано лично с нами, то возможности и угрозы это то, что связано уже с внешним рынком. То есть, например, у вас есть отличный план какой-нибудь и вы думаете, так, а что я могу привлечь еще сюда? Например, я знаю человека, который, у меня, например, две книги написаны по личному брендингу и по женскому клубу. Могу ли я написать третью книгу для СММ-специалистов? У меня есть контакты издательства? Да, есть. Возможно, мы слили, даже создадим эту книгу. И вот это вопрос по возможностям. А есть угрозы, например, есть некоторые клубы и люди, которые нас не любят. Это вот угрозы. Вот вопрос, сделают они первый шаг, начнут они наезжать на нас или нет? Но мы об этом знаем. Если не начнут, у нас есть уже план, он будет веселый, и тогда это будет развлечение. Если не начнут, мы будем просто спокойно жить и делать свои проекты, понимаете? Поэтому вы должны для себя определить ваши сильные стороны, слабые, понять возможности и угрозы. Не нужно думать, что если вы подумаете о чем-то плохом, это случится. Но намного хуже, если вы об этом не думаете, понимаете? А потом случается, ты такой сидишь, а у меня такое было. Я была под атакой людей, которые что-то там со стороны сделали. Я даже не знала, у меня мозг отключался. Когда у тебя есть план запасной, он может не сработать, потому что плохой ситуации не произойдет, но это необходимо понимать. И для ваших клиентов вы должны тоже такое прописывать. Вы должны понимать, какие сильные стороны у клиента, какие слабые, какие у него есть возможности. Возможности вы можете объединять, потому что у вас есть ресурсы, у него есть ресурсы. Какие угрозы, угрозы его рынка. Вы должны анализировать конкурентов, но мы про это поговорим чуть позже. В общем, друзья мои, сегодня фундаментальное занятие. Я знаю, что вы такие, я хочу действовать, я хочу там личный бренд давай, какой сториз, контент-план. Мы до этого дойдем. Но если вы этого не сделаете, вы будете как вот эти все специалисты, которые вот просто пачками умирают в конкурентной борьбе. Если вы начнете работать на глубинных слоях личного брендинга, у вас будет невероятный рывок. Поэтому ваше домашнее задание, которое сейчас необходимо сделать для себя, или если у вас уже есть клиенты, можете сделать для клиентов. Но я рекомендую тогда сделать и для себя, и для клиентов. прописать свои цели по всем пунктам, которые я сказала, и свой анализ. И только после этого переходить ко второму уроку. Потому что потом мы будем с вами прописывать нашу целевую аудиторию и продуктовую линейку. И вот нам очень важно сейчас понять, а зачем мы движемся. Потому что иногда то, что мы имеем, требует изменений. И тогда ваша жизнь может поменяться только потому, что вы прописали четко свои цели. В общем, не прощаюсь, не затягивайте, делайте. Обняла, поцеловала вашу Катьку. Вот я думаю это автоматично. Позапа-то будет. Переп Finallyion. Переп Finallynuu • Сc